МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, последний раз за сегодня. Добрый день. Доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. Да, но уже точно вроде последний раз. Да, и у нас опять Нави. И опять... Спасибо, чувак. Ты лучший. Ах, нам Ханя принес две бутылочки стел, и прям настроение сразу как-то поднялось. Вам тоже рекомендуем записаться пивком. Чего ж там, в 6 утра мы уже можем, наверное, про что угодно разговаривать. Можно много уже чем заниматься. Да, ну, главное это, конечно же, попивать пивко. Или нет, или не попивать пивко. Ваше дело, конечно же. Ну что же, Нави, Инвокер и Висп. У Нави было право ферстпика. То есть, точнее, Койнтос выиграли Вич и Гейминг, они выбрали Дайро. Нави выиграли... Нави выбрали право ферстпика, они взяли опять-таки Инвокера. Ну и Виспа. Не собираются они отходить от своей стратегии. Ну и мы видим, что Вичи не банят. 5 секунд, хурей, хурей. Тини. 5 секунд, хурей, хурей, ну, говорю. Да. Так, ну что, друзья, прогнозы на эту игру, я даже не знаю. Нави опять забирают Виспа с Инвокером. То есть, пик абсолютно такой же, как был в прошлом матче. Вич и Гейминг точно так же поступают. У нас точно не повтор запущен? Да, у нас точно не повтор запущен. Я вот почему-то уверен. Ну, что-то мне так кажется. Ну, у меня, в принципе, тоже есть мнение, что это не повтор. Но мало ли, вдруг там режиссеры решили посмеяться немножко. Ну, так, что? Блин, да у них даже баны одинаковые. Что происходит? Да, действительно, абсолютно все одинаковое. И вот мы сейчас ждем, будет ли бан Тини. Так, я посмотрю, может, ты в ДТВ зашел? Да нет, у меня тоже такое. Мало ли ты там рефлей запустил. Да, все нормально, там было видно же все-таки на видео. Ну, блин, мы же все... Блех, амуха, я уже сам начал сомневаться. А, как я умею. Подставить. Как же Pudge Wars? Вы не будете его комментить? Там нету, по-моему, Observer или... Я не знаю даже, как... Я тоже без понятия, друзья. Вообще даже не спрашивайте. Я не знаю, даже будет ли он. То есть, я понятия не вижу. Именно, вообще, даже не спрашивайте у нас. Потому что по расписанию он должен был начаться час назад, час... Даже больше, чем час назад. То есть, понятное дело, что все задержалось немножечко, и поэтому... Нету, он... Нормально. Пати-хард. Ну, что? Конечно же, Пати-хард. Пати-хард у нас серьезный. Это минус чем? И сразу же пик. Ну что, Na'Vi, неужели не будут особо париться? Неужели они опять возьмут что-то похожее? Похожее на что? На прошлую игру. Ну, почему бы и нет? Возьму сейчас или что-то похожее. Там вторым пиком был Леон, а не Висп. То есть, тут мы точно не в повторе. Но Леон по-прежнему у нас в пуле. Так же, как и Тини. Кстати, да, почему Леона вдруг не забрали? Пупеха, не придерживаемся тактики. Что тут не так? Не бояться, не бояться сейчас, ребятки, из-за... Шадо Шанан. Больше контроля, но герой слабый. Не парьтесь, берите Тини. Просто не парьтесь, реально берите Тини. Но я бы не парился. Не, ну, на Вито могут взять Тини, им сейчас никто не запрещает взять этого чудесного персонажа. Ну, просто я почему-то не хочу верить. Во что ты не хочешь верить? Что он два раза подряд на и та же старта срабатывает. Не, такое бывает на самом-то деле. Тут нет ничего такого странного. Оказывается, что работает тактики подряд. Именно над этим, походу, сейчас и думает Пупеха. Думает, что же ему врать. Ну, возможно, сейчас идет обсуждение того, действительно стоит ли повторять, там, чуть ли не полностью, прошлую игру или в некоторых моментах стоит... Ну, кстати, я вот выходил наперекур между матчами с ребятами, и ты знаешь, что они больше всего обсуждали? Вот как раз-таки момент с тем, помнишь, когда Разор ТП-шлился, его Дэнди с Пупеем пытались убивать. И вот когда там Дэнди бросил Метеор и так далее, и погиб. И вот они обсуждали этот момент. То есть они не обсуждали там победу или что-то, они просто обсуждали вот то, что не получилось. Так что вот Дэнди говорит, не привык просто, что колдснеп настолько мало дамажит, и что колдснеп так мало работает. Ну, мы это уже тоже обсуждали, что там действительно урона сейчас очень мало. Там 7 умножается. Ну, там 7, 14, 21, 28 и так далее. Ну, это забей. 14 урона просто, это же очень смешно. Да, ну, что поделать. Особо не парятся, ребятки, из нами. И забирает Тинни. Ну что, Вичи? Ну что, Вичи? У Вичи морфлинг. Ну, вот так вот. Все ждет это вечное противостояние. Да, Висп Тинни против морфа. Очень любопытно. Ну, хотя предыдущая игра у нас закончилась там за сколько? За 20 с чем-то минут, да? Ну, типа того. То есть, морфлинг в теории может даже не успеть себе там блинку купить. А может сейчас взять Элдер Титана? Может быть, стоит взять Элдер Титана, нам же показывали ребята. Ты просто представляешь, что делает Тинни под Элдер Титаном? С морфом. В принципе... Он ему делает вот так просто. Веткой по лицу, да? По попке. Если у морфа есть попка. Ну вот, блин, я сейчас задумался просто о... Элдер Титана. Элдер Титана. Есть у Пупея. Возможно, план, да, действительно. Просто пойти и убить. Магнус, опять-таки, здесь смотрится. Эээ, Магнус в прошлой игре тоже неплохо смотрелся. Ну, почему бы и нет. Так, тут пишу, что у хвоста на этом, на Тиннике, в папочке 35 игр целых, оказывается. Я же говорю, хвостом со хвостом тоже разговаривали, но я в пабе много, типа, катал. Много? 35 игр? Ну, это много довольно. Ну, типа, понятно, что это мне не 500 игр на какой-то луне. Ну, учитывая, что хвост не особо много в пабы играет. Он, в принципе, вообще играет? Не, играет. Да, он много играет. Ну, типа, они же преимущественно сейчас тренируются, а не шпилят простые пабы. Да, ну, мы тоже общались с игроками нами, они говорят, что они столько не тренировались, не знаю, с момента создания вообще этой команды, да. Потому что, ну, просто перед Интом это понятно, что они тренируются, но вот сейчас, то есть, до Инта они тоже собрались, тоже там играют и потеют. И это у них в новинку, скажем так, как бы это смешно не звучало. Ох ты, Вичи Гейминг. Ага. Респект, пик. Очень нужен был Элдер Тайтан сейчас. Очень нужен. Элдер Тайтан тут просто вообще убисывался лучше у всех. На самом деле, немного непонятен пик Магнусом, потому что под него ничего нет, вообще ничего. Просто, чтобы не отдать врагу. Не, под него есть, типа, ульт Тренд Протектора, это круто, но Тренд Протектор он и так может всех привязать, и они и так будут стоять на месте. Вивер в бане, блин, что брать? Что, кто в бане? А, Вивер в бане? Ну, в смысле, что брать? В оффлейн? Клокверк? Это такое, не знаешь, кого брать, бери Клокверка. Кстати, Кентавр еще был. Был, Кентавр еще, да. Кстати, возможно, Кентавр и был хорошим вариантом, ну, посмотрим. Да, ну, кардлейнеры мы видим, свапнулись. Свапнулись, могли бы свапнуться, но тут нет. Магнус сыграет на этот раз, а, кстати, супер играет на Магнус. Супер, да, это Магнус у нас будет играть, значит, в... Соло, что ли? А? Соло Магнус. Не знаю, возможно, Сайлара просто фармить отправят, не будут придумывать какой-то велосипед. Сайлара точно отправит фармить. Ну, просто фармить он может в миде, а может фармить в этом, в легкой линии. Так что фармить можно по-разному. Ну что, ребят, давайте, давайте начинать смотреть последнюю игру с сегодняшнего дня. Сразу вам говорю, ребят, что завтра мы встречаемся в 8 утра по времени. Местному по времени ПДТ, Pacific Daily Time. То есть это в 18.00 по Киеву и в 19.00 по Москве. Первый матч это будет ЕГЭ, Fnatic, Best of 3 в сетке Лузеров, потом Na'Vi и US будет играть с проигравшим этой пары. Потом будет финал Венеров и потом будет финал Лузеров. Нижний финал Лузеров. Так что вот 4 Best of 3 матча завтра. Ну, это дофига на самом-то деле. Вообще, да. Теоретически это 12 карт, так же, как вчера было. Вообще, не вспоминай этот день. Забудь его, вычеркни из своей памяти. Ну, без пересадок, поэтому проще. Ну, вообще, да. То, что матчи будут проходить быстрее, это по определению так должно быть. Но у нас, смотри, первый, опять же, визуальный контакт. Цеплять нечем ни у одних, ни у других. Шадошман слишком далеко находится. Ровно так же, как и у команды Na'Vi. У команды Na'Vi по большому счету вообще нечем цеплять. Если на Kinetic Field сейчас ставишь на РТК и пошел. Да нет. Ну, а дальше-то что? Вот сайт, например, Kinetic Field попеха. Ну, Клоклин забегает, Коги зажимает и поехали. Нет. Вот сейчас разве что, Фанни. Смотри, пошел, 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 пошел. Не получилось. Ну, пытался. Не получилось, да. Хотел, возможно, поставить чуть поближе. Ну, немножечко он, конечно, и рисковал здесь, но в итоге все-таки получилось все хорошо у Фанни. Выжил он. Поломали немножко лесочек, Na'Vi. Ну, всегда они-то делают с виспом. Ну и что? В миде у нас будет, опять-таки, висп вместе с Тинни. Да, все по-прежнему. Правда, теперь придется им стоять против Супера. Суперу от этого, опять же, не легче. Магнус тут должен страдать. Сильно страдать. Нет. А, ну да, в миде Магнус, да, и Ротикея идет на Думе. В сложную, опять-таки, против. Так далее. Вилат, давай рарки. Мы тебя любим. И рарки тоже любим. Ребят, я уже раздал 30 рарок на этом матче. Хватит. Что это за наглость? На самом деле, он просто забыл. Так что не слушайте-то, что там. Не, я не забыл. Я же раздал уже 30... Ну, КП. Ну, я же, да. Ну, я же. Ну, я же раздал. Так, ну смотри. У нас здесь Шадо Шаман в Инвизио в миде. И уже начинает избивать хвоста. И хвоста завозят по Тауэр. Хвост умирает. Это минус. Абсолютно идиотский ферстблат на первом левеле. На самом деле... Ну, не то, чтобы он идиотский, но немного... Абсолютно ненужный, имеется в виду. Он намного не повлияет, конечно. Он дает нам, ну, чуть-чуть лишних денег расти, да? Который сделал этот самый ферстблат. Да, Шадо Шаман там какой-то тапк себе сейчас после этого купит. Так вот. В принципе, Супер сейчас без ХП. Но к нему, по идее, должен приехать Боттл. Да, к нему уже приехал Боттл. Тогда у Супера все отлично. Нет, тогда этот ферстблат действительно был неплох. Да, очень-очень подставился хвост. И никак ему не мог Кура помочь. Там в итоге 1-0 повели на топе. На топе фаник. Семечка. И это минус фаник. Он закрывается. Да, фаник тут зажимается. У Шадо Шаман два выхода, два фрага. Один в один. Начало то же самое, как было в прошлой игре, только наоборот. Да, да, это действительно так. И смотри. Нет, ферстблат был сделан на том, что нету контроля на верхней руне. И как раз на верхней руне инвиз забрал Шадо Шаман. То есть никто даже не знал, что там есть вот этот товарищ. Ну, имеется в виду, что вот здесь стоял Пупей, и он чекал появление руны, но видел, что руны нет, поэтому инфа была, что руна на топе. Почему же ты так далеко идешь? Ну, никто же не знал, да, какая там руна, кто ее вообще забрал и так далее. Короче, недосмотрели, недосторожничали. Ну, немножко, да. Ну, и Дэнди мы видим, есть уже у него санстрайк, он уже готов помогать. Посмотрим, что будет дальше. Здесь Пупей, Ротикей за ним. Он довольно больно делает Пупею. Оставляет того отходить. Ну, и здесь Фаник, контроль руны на топе, сбирает опять-таки супер, и это реген. Ну, чудесное просто начало. Смотри, там Пупей угонит. Да, ну. Чуть не погиб. Успевает он отправить Дума обратно. Да, и у Дума, кстати, схаванный волк, вообще идеально. То, что надо. Ну, как, для сложной линии это вроде не особо полезный крип, но так как его никто не гоняет, то, по сути, все более или менее хорошо. Тем более, он сейчас будет третий уровень. Да, есть третий уровень уже у Дума. Пошел второй Деваур. Ну, и неплохо. На топе Фаник второй левел тоже. У Сайлора мы видим 13 на 8 крипста. Топовый на карте, но у хвоста 13 на 2. Ну, несмотря на то, что он домой отправился, но, опять-таки, на первом левеле вы знаете, что вот эти фраги на первом левеле особо по тому, кто умирает, они не бьют. Да, ты очень быстро спаунишься, появляешься практически моментально. Это разве, что если тебя там раза 2-3 подряд примут, вот тогда действительно ощущается. Ну, мы вчера видели, как Тинкера приняли 8 раз подряд, и он все равно был топ команды по крипстату и по Мфорсу, так что... Да, я тоже припоминаю этот случай. Так, ну ладно, хвост. У хвоста 15 на 2, 15 на 1 у Супера, так что да, тут все очень-очень ровно. И вот небольшая распасовочка крипочками. Повеселились. Ну и Ротикей, очень много проблем Ротикей здесь Пупею приносит, и Пупею тут не может толком фармить. Опять-таки, такого удачного начала, как в прошлой игре, у Пупехи нет. Поэтому надо мультиплять. Ну вот мы видим, что топ по крипстату Супер, 19 на 2. И Супер, в принципе, стоит против Даблы сверхуспешно. Так, ну и Дэнди. Дэнди фармит на нижней линии, у него уже пятый уровень, у Дэндика хороший левел. Второй уже у него Санстрайк, 162 урона. Пока еще, в принципе, не слишком много. Вот со следующего левела уже будет опасно подставляться, да? Да, уже можно будет где-то помогать, скажем так, на карте удаленно. Мы посмотрим, будет ли он помогать. Ну, в первую очередь, там Клаквер, который на Клаквер, когда левел 2, что-то Клаквер сделает. Пока, в принципе, никто ничего не может сделать. Пупей, бьет Ротикей. Там причем непонятно еще, кто кого бить сейчас будет. Ну и опять-таки, Инвиз взял у нас Шэдоу Шаман, бежит он на Фанника. Фаник понимает, что что-то здесь не так. Да, Раста выходит. И Фаник поймали, убили. 3-0. Да, это минус Фаник, вероятнее всего. Конечно же, это минус Фаник. 3-0, вот так вот. Опять-таки, инфа, Вижен, верхняя руна. Вот отсутствие Вижена как раз на этой верхней руне сейчас очень сильно бьет по команде Навио. В частности, по оффлейнеру этой команды. Да. Фаник вообще бессилен абсолютно. Он ничего не может сделать, он тавр не может сейчас адейфить. Он просто не понимает, где вообще находятся люди, как они перемещаются. Не может контролировать вражеских суппортов. То есть, то, чем обычно должен заниматься вражеский оффлейнер, точнее, ну, вообще оффлейнер, это занимать работой суппортов. Фаник, конечно, их занимает работой, но при этом можно не видеть. Ну, это минус Пупей. Неужели, неужели умрет Пупей? Да, Пупей умирает. И Ротикей, кстати, уйдет еще, дерево его там помогает. Он под Левинармором, там еще целых три заряда Левинармора. Не пробить Дума. И 4-0 ведет команда. Причем, когда Дум, который соло стоит против даблы, делает фраг, берет пятый левел. Когда в миде Магнус стоит против даблы, делает фраг, а трипла делает там все, что может сделать, это как-то слишком уже. И плюс ко всему прочему, у нас никто не отменял морфлинга, на котором играет Сайлар, который просто стоит и фармит. Это план Б, по сути. Да, да причем план Б потихоньку вообще отходит на второй план. Потому что удается план А поубивать всех там до 25 минуты. Поймать очень тяжело, потому что Супер имеет скьюер вкачанный, как бы его не поймаешь просто так и не убьешь. С раскаста тени я имею в виду, левел маленький и что-то только сделаешь. Ничего. Ну да, причем, кстати, Хвост у нас Эволенч решил замаксить вместо того, чтобы замаксить Тос. Ну там, да, там на 35 урона вроде пока больше, но Тос потом имеет бонусы с ульты. Так что не знаю, не знаю, Хвост нападает. Должен сейчас нападать на Магнуса. Да, Магнуса подбрасывает. Магнус реверс полярити. Отлично. Там потрясающе был у нас Эзершок и Шоквейв от Магнуса завершает комбинацию. Минус 2 от Вичи Гейминг и 6-0 в сухую. Нави проигрывают. Просто без шансов сейчас Вичи Гейминг переигрывает нашу команду. Ну и точно так же, как это было на прошлой карте. Так, ну и Фанник ничем пока помочь не может. Он только третьего уровня. Ну как только третьего уровня, там вообще с левелами я все не так хорошо. Восьмой максимальный, дальше тут два седьмых, там и пятая. То есть шестых уровней там даже у мидеров. Ну собственно есть только у Дэнди более-менее нормальные идут дела. У остальных просто полный провал мы видим. Там у Расты больше денег, чем у Тини. Потому что Дэнди никто не трогает. Дэндику никто не мешает. Дэнди тоже пока особо никому не мешает. Ну Дэнди собирает все Мидасы. Опять-таки пока он его соберет, это неясно. Да, и Санстрайков что-то я пока особо не видел. Или ты видел? Ну один раз он его, по-моему, давал. А нет, не видел, не видел, не видел. Когда там снизу там убивали, у него там были... У него был Форд Спирит и еще что-то. Но Санстрайк он пока не давал. Ну третий левел у него. Санстрайка на данный момент. У Донди. Дондо? Дондо. Да, тупо Мида. Ну вот Хвост пошел немножечко пофармить Лиса. В принципе, тут настакали ему и пофармить можно неплохо. Сейчас. Вот так вот. Три клипочки уже за ним. Да, сейчас ему Вис быстренько ее зальет. И вот-вот пошел, пошел тот самый Фарм. Да, ну то есть, понятное дело, что Фарма не хватает Хвоста очень сильно. Ну вот тут проблема уже в том, что и левела. Да, левел у Магнуса уже очень хороший. У Магнуса 8,5 уровень. До реверс полярики остается всего 13 секунд. Там всякие шоквейвы. Скьювер уже очень хорошего левела. То есть, может заезжать издалека и вдалеко увозить. И 1800 золота. То есть, до Даггера тоже Магнусу остается совсем ничего. И Магнус вот эти оставшиеся... Это оставшаяся голдишка сейчас дофармил. Да, в лесу. Все, у него есть Даггер. Даггер на 9 минуте вместе с Арканами. Против Забы. Да, причем стоял он против Тинни и Виспа. Это реально в Забете. Я говорил, что будет Магнусу тут сложно стоять. Но, как мы видим, ему вообще пофиг. Да. Ну и главный вопрос. Ожидают ли Нави то, что так быстро появится этот Даггер? Да, думаю, да. Думаю, там есть уже какие-то предположения. Правда, не может быть. Не то, чтобы... Ой, пацаны, у него уже Даггер. Ну. Черт это знает. Так, нападают. Вот он пошел в Санстрайк. И Магнус. Пошла РПшечка. Магнус увозит двоих. И просто на растерзание он увозит хвоста. Дабл килл от FY. 8-0. 0, подчеркиваю. Да. 8-0. И ничего не могут сделать пока Нави. Там Сайлер зашел уже на Т2. В миде ставит 5 ворды. Ну и, конечно, здесь Вич и Гейминг сделали выводы из своих ошибок на прошлой карте. И на этот раз стратегию Нави раскусывает полностью. Ну, у Нави на этот раз нет Магнуса очень сильно. Да, Магнус в этот раз играет не за них, как мы видим. Не хватает. Вот как героев ни разу ты его не видишь, ни разу вообще. И вот тут он появляется, одну и вторую игру и делает игру просто сразу. Ну, а вспомнить тот же там Интернешнл. Вот так ты не видишь, не видишь, не видишь никаких героев. А тут появляется на первой же карте герой, который, начиная с этого момента, появляется на каждой следующей каточке. Либо в пиках, либо в банах. Так что тут все весьма ситуативно. И Клокер. Клокер пока что только. Пауэр третц. И по-прежнему нету шестого левла у Фанника. Фанник очень сильно отстает. По опыту. Фанник уже в последней тройке героев по Экспириенсу наравне с Трентом и Дизраптором. И то у Трента там вроде, да, шестой поближе, чем у Фантика. Да, кстати, вот появился только Мидас у Дэни. Хвост. Не, Мидас у него уже давненько. Ой-ой-ой, хвост. Но это уже какие-то детские ошибки. Не попадает Аневаленджем по Арротикею. Но Арротикея-то попробуй еще убей. Ну, в принципе, с Санстрайком Дэнины могли бы опять-таки напасть. Уже один раз напали, да? Один раз напали. И мы помним, чем это закончилось. И Сайлар. Сайлар уже, скажем, с Персеверансом и какими-то там задатками на Линкинг Сферу. Пока что у него только Ring of Hells, но денег у него уже очень много. 1600 золота, если быть точным. И заходит у нас Супер. У Супера через 4 секунды. Через 4 секунды будет РП. Если Супер сделает Фаника, то шансы еще есть. Супер делает не Фаника. Супер делает Супера и минус Дэнди. Да, минус Дэнди. Прибежал Тупей, дал супер удачный кинетик фил. По-моему, просто какие-то нервы сейчас у Na'Vi. Я не могу понять. Ну, это беспомощность. Когда ты приходишь и уже вообще ничего не можешь сделать. Ты там кидаешь какие-то сплы. Ну, и ты понимаешь, что, в принципе, Na'Vi-то особо не ошибались. Ну, вот, ну, была ошибка у хвоста вначале и все. Ну, это даже нельзя назвать ошибкой. Да, то есть... И действовал немного неосторожно. Это не то, что... Там могла быть с такой же уверенностью, с таким же успехом, точнее, руна иллюзий. Там даже хоста была вообще до фени. Ну, я не знаю, да что угодно. А там вот попался именно тот самый инвизабилити, за счет которого был у нас Ферст Блак сделан. Да, Пупей у нас горит. Это кидаёт Дэнди, конечно же. Да, хорошо. Ну, и будет пытаться еще Ротикея поймать. Ротикея надо убивать. У Супера нету сейчас РП. Хвост! Эволен еще попадает по крипам. Ну, и вот он. Ну, вот, вот, действительно, ошибки. Ошибки какие-то непонятного уровня абсолютно Дэнди тут уносит, конечно. Увели там шаду шаман через всю карту держал, держал Даню. Там Сайлор вообще один на топе думает, вообще, что происходит? Где там Дота? Где враг? Где враг, пацаны? Я врага не видел. Сайлор, где враг? Ну, опять-таки, понятное дело, что сейчас нарисуется сразу где-то 20 миллионов аналитиков или там хейтеров, которые начнут тарать. Ааа, Нави, ааа, бомжи, быки, просрали. Да, так вот, суть в том, что, ну, во-первых, еще не просрали. А, а, во-вторых, ну, даже если проиграют, ну, ничего, ничего в этом плохого я не вижу. Не, ну, скорее всего, они уже тут проиграют, потому что с таким-то расчетом... Да, ну, я имею в виду, что ничего плохого я в этом не вижу. Ну, то есть, ну, ничего страшного. Завтра будет игра с Na'Vi US, и они в топ-4 с победителем пары EG Fnatic. То есть, ну, все окей. Как бы, с Витчей гейминг еще разберутся. Да, видно, тут можно всех, по сути. Ну, наконец-то, первый фраг. И, причем, первый фраг на Morph'е. Нормально, распадченились. Если что, аплодисменты у нас. Да, наконец-то. 11-1, это уже не сухая. Нормально. Размочили немножко счет ребята из натов Свинцеры. И Магнус. У Магнуса уже есть реверс полярити. Ух, как же все-таки страшно двигаться вот так вот группами против такого Магнуса, у которого очень быстро появляются даггера. Другие айтемы приятные. Кстати, у Магнуса уже 1400. Если он сейчас захочет, может спокойно в рефрешер выйти. Допустим. Да, согласен. Войнот. Ну и в миде мы видим толпой уже. Собрались на Ави. Они понимают, что там есть РП. Что там уже все герои. Надо быть очень осторожными. Рокетами забрасывает Локверт. Есть инфа. Рокеты аж первого левела. Четвертая батарейка у Фаника. Ну, по деньгам и по экспе там десятка и пять тысяч. Кстати, не так уж и много. Я думал, что-то побольше. Чем это, чем десять тысяч денег. Ну, десять тысяч рублей. Да, не, ну десять тысяч это уже очень много. Ну да, на тринадцатой минуте это дофига, да. Я забыл, что это четырнадцатая минута ведет игры. Так что такое. Ну что, Рошанчик падает под медальоном. Спокойно они его забирают. Так, ну что. Вот он Висп, у которого только Боттл. И вот он хвост, у которого вообще ничего нету. Ну, хвоста, чё, агоним будет через две тысячи. Всего лишь. Двести. Через две тысячи двести, да. А Фаник на топе. Рю, единственный шанс, понятно, делал команды Нави, это сейчас как-то поймать еще одного, двух, трех героев. Может быть, тогда что-то там получится. Просто если в прошлом матче в случае каких-то неудач у Нави мы могли сказать, что, ну, если сейчас залетит Магнус, тянет пятерых, там, импейл от Леона. Тут такого не будет никак. Тут такого быть не может, да. Тут нету какой-то суперкомбинации, которая может переворачивать. Тут все сводится сугубо к хорошему более или менее тимфайту и к каким-либо ошибкам в плане перемещения у Твичи Гейминг. По-другому выиграть не получится. Нужно просто кого-то сейчас цеплять отдельно и убивать. Ну что же, Нави, Дэнди. Дэнди собирает себе форстаф. Боится Дэнди выходить на линию. Он, конечно, топ-1 своей команды по Нетворсу. Но вот проигрывает даже у Магнуса. Он на 600 голды. За счет Мидаса, конечно, рано или поздно он догонит и Магнуса, и, может быть, даже Дума. Но у Дума тоже есть Мидас. Тут тяжеловато. Вот Дум появляется на нижней линии. И рядом с нижней линией находятся несколько игроков Нави. А на топе Силарушка. Силарушка через 350 голды-то будет иметь уже линкинт сферу. Да, ну, с линкой он пока, конечно, никого не убьет. Если бы сейчас у него появился там ультра-быстрый шот. Ну, и его не убьет. Да, его не убьет. Это понятно. Значит, надо убивать остальных. Остальных убивать тоже не так уж и просто. Там вот этот Магнус на Страже порядка. Ну, смотри, сами ВГ сейчас переходят в наступление. Сейчас попробуют провести удачную драку и, по возможности, естественно, забрать Тир-2 вышку. Да, ну, давайте смотреть. Давайте смотреть, смогут ли Нави здесь что-то сделать. Очень интересно, кстати. Потому что вот такой вот кризис-менеджмент, это специальность, в принципе, Нави, но... Ну, там Вардыша до Шамана, там очень сложно подойти. Да, тут под Вардами драться, конечно, не вряд ли. Выбор — это выполнить какой-то размен на других линиях, для того, чтобы заработать немножко денег. У вас тут не хватает очень, буквально два Тавра, для того, чтобы появился у него Аганим и нету Тавру. Магнус промахнулся. Проехал мимо двоих, так. Ну, тут поймали Хвоста. Есть Сайленс хороший. Хвост сейчас выйдет с Хикса. Уносит его. Надо драться, Нави. Надо драться. Очень далеко отсюда Клоквер, правда. Да, нет, не надо драться. Виспа только потеряет. Хотя Висп к своим еще крипам может сейчас попытаться притянуться. Ну, вот, собственно, рядом с этими крипами сейчас и находится Дум. В другую сторону Кура, но в любом случае он умирает. Ну, Хвоста спас. Фаник на топе подпошел линию. Так, ну, вышку в Миде забрали. Забрали. Вышку на топе. Что там? Ну, пока еще слишком много здоровья в этой самой вышке на топе. Плюс есть Тренд Протектор, который сейчас, наверное, начнет ее захиливать. Хвост 200 голды до Аганима. Ну, Аганим — это не панацея. Аганим не даст такого суператак спида. Ну, да, он будет валивать по 200 урона раз в полторы секунды. Не, имеется в виду, что он все равно на 18-й минуте, несмотря на 0-4, выносит Аганим. Как это и было в прошлой игре. Там были барабаны, здесь барабанов нет. То есть тысяча голды разница, в принципе. Да, есть такое. Ну, что ж, в любом случае лучше, чем ничего. Да. И, 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 где же этот Магнусевич? Магнусевич у нас все-таки решил БКБ собрать, терпила. Взял бы рефрешер себе сделал и вообще не парился. Нет, надо БКБшечку. Не, ну почему? Not bad. Это ж все-таки полуфинал Венеров, а не, черт пойми что, проигрывать-то не хочется. Не, ну, собрав рефрешер, он бы не проиграл, я думаю. Ну, БКБшка, ладно. Пусть играется его, это его уже личное дело. Где тут морфлинг, 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 тысяча золота. Ну, все, тут у морфа пошел фармс. Это линкой, у него хороший хапериген, хороший эмпериген. Он, не отходя от кассы, сейчас просто убивает леса, убивает линию. Возвращается опять леса, потом опять на линию. Все, это бесконечный цикл, это будет продолжаться действительно вечно. Бесконечный цикл, хорошо сказал. Один стл, кстати, у Тони, а дэмджа еще больше. Фаник. Радуется жизни. Давайте, какой-то экш, кстати, то, что ничего не происходит, это на руку, по-моему, Na'Vi, потому что графика остается на одном уровне. Потому что, когда вот ты зарабатываешь там 10-12 кусков, при этом потом ничего не делаешь, это действительно на руку команде, которая находится, скажем, дальше. Ладно, ребят, я ухожу. Я шучу, конечно же, мне тут просто принесли кое-что. Я решил, что пора заканчивать, но нет, 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 конечно же. Друзьяшку Женю нам принесли. Шутки-прибаутки. Не, моего друга, друзьяшка Женя, да, друзьяшка Женя. Тут у нас Паника в это время съели. Мой олд френд, Джек. Очень мало у него спотов для того, чтобы фармить. Причем сейчас знают ВГ, где фармит хвост, потому что у них там стоит вард. Ну и могут на него напасть, в принципе, но хвост. Вот еще на вышку вышел, но вышка же, она фуловая, сейчас просто. Давай, давай, Саня, не обращай внимания, ломай их. Ну тут куроки погибают? Не, 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 куроки погибают. Не, 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 куроки погибают. Десять, да. Донна Класс. Как там? Да, 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 была у нас такая песня. Най, 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 най. I'll be missing you. Да, куроки вот это там. И все. Ай, 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 ай. Ку-ку-ку. Рядовой курс солидный таксофон. Солидный с таксофона? Да, 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 верно, служил. Ну, даггер появляется у инвокера, хотя, я даже не знаю, как тут может помочь этот самый даггер. Потому что инвокер ни на кого не нападает. Ну как-то поможет, значит. Не, ну при его помощи, конечно же, можно блинкаться, мы это все прекрасно понимаем. Да? Надеюсь, все понимают. Ну я думаю, да. Ну так вот, но нападают на нави. Сейчас там 3 БКБ. Там 3 БКБ. И морф. Или 2 БКБ. 2 БКБ и морф. Да, 2 БКБ и морф. Хорошо. Дум БКБ. Магнус БКБ. Дерево. Дерево. Раста. Блинк. Морф. Гост. На хайграунд пошли вички. М14-1. Да, тренд покупает себе даггер. Ну и как драться под вардами Расты? Непонятно. Так, хорошо. Кинетик фил. Ну и что Кинетик фил? А нет уже, кстати, шторма. И глифа нету. Падает Т3 без боя. Абсолютно. Магнус уходит отсюда. Не бьют вообще варды. Не хотят драться там глимс. Клок вверх прыгает прямо варды. И его там вернули. С на глимсом как раз таки. И бараки могут упасть. Тут бесконтактный ПК-бой. Паник. Жив. Прыгает Пай. Паник. Паник. И Магнус. Хорошо, но в одного хвоста. Плохо. И тут же получает он, кстати, шторм. Бараки целый. Дэнди прыгает в толпу. Дэнди. Ну там БКБ от Ротикея. Ну ты смотри. А Магнуса-то сейчас убьют. А Магнуса-то сейчас убьют. Там правда барак сейчас упадет. Нет. Магнуса все-таки победили. Но там умирает Дэнди. Умирает Висп. Умирает Тони. Да. Ну и смотри. Есть у нас байбэк от хвоста. Правда погибает. Точнее разрушен у нас. Милишный барак. Да. Закоцали его. И ВГ отступают. Знаешь что? Дальше драться здесь нет смысла. Если они и так тут с натяжечкой, скажем, замочили это строение. Ну хотя с другой стороны там ворды, да, стреляли по бараку. То есть много дэмэджа уходило в никуда. Можно тоже там сидеть считать, чем у нас там кто занимался. Но Магнус залетел действительно не очень хорошо. Попал, кажется, по одному хвосту. Да, Магнус только хвоста одного рп шнул. Ну и что дальше? Ну Дэнди мне непонятно было. Дэнди в принципе запрыгнул хорошо, чтобы дать торнадо ЕМП. Но БКБ толком запрыгнул. Ну и вот он шотган. И сейчас будет... Соли давать сейчас будет. Да. Сайлар. Сейчас Висп будет, знаешь, как действительно по воздушным шарикам. Пью-пью. Пятачок. Неси ружьё. Да. Ну Сайлар сейчас и только делает то, что летает. Точнее ползает или... Как это ещё можно назвать? По карте перемещается. Ищет себе жертву. Вот он спалился. Там ТП делает Дум. Хвоста будет поджигать. Клокверк. Можно Дума убить. Глимс. Дума нет. Клокверк включает Блэйдмейл. Пытается отсюда убежать. Ставит Коги. Там Сайлар убил тем временем Дэнди в соло просто. Щелкнул его опять-таки, так как мы ей предупреждали. И сейчас тут Нави будет нажимать. Немного. Немного Магнус не доехал. И не смог сбить телепорт Фанику. По сути отделались пока одной смертью Дэнди. Да, 18-2 и продолжает. Мне так нравятся сейчас в чате вот эти надуманные хейтера. Как же горит у фанатов Нави. А то есть, ну например, если проигрывают там Фнатик, то... У фанатов Фнатик не горит, наверное. Не, не, ну то есть, а когда там... Ну то есть, команда должна всегда вообще выигрывать. Вот просто. А если проиграл, то обязательно должно гореть. Прям вот, аж бомбить. Не, ну это из разряда... Это фанаты, знаешь, Барселоны два года назад, Реала сейчас, там, Ачестер Сити потом, Альянса в прошлом году, IG в позапрошлом и так далее. ДК сейчас, то есть, такие, что... У которых никогда не горит. Антипригарные фанаты. Антипригарные фанаты, да. Они всегда болеют только за тех, кто выигрывает. Да, ну, то, что Нави сделали два фрага за 25 минут, это уже, в принципе, плохой показатель. Хорошо, тут Сайлор надурил хвостом вместе с Куроки и улетел. Нет, два фрага за 25 минут, это нормально. Да, в среднем фраг за 12 минут, это очень неплохо. Вообще, да, вообще, да. Это за час можно сделать целых пять. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты понимаешь, как это много. А играют они не против кого-то, против участника из Интернешнла. Если что. Ну да, сами Нави такие... На секундочку! Такие, говорю, сами Нави там... О боже, Doom покупает Сэнджин Яшу. С горы, вот те самые. Что? Ну, вот за это надо наказывать. Doom покупает Сэнджин Яшу и... Так нельзя. Это... Это не к добру. ДК вижу, уходят отсюда, из BTS Хаоса. Лан Эм и Бернинг просто собрались и уходят. Им просто не интересно. Не, ну правильно, им тут больше ловить нечего. Они понимают, что подходит к концу игровой день. Ну, они уже знают, с кем они будут завтра играть. Сейчас придут домой и увидят. Так что они просто решили уйти домой. Бернинг, кстати, таким уставшим выглядит немножечко. Я обратил внимание, что, ну, в принципе, все китайские игроки выглядят действительно уставшими. Ну, нагоняет их все-таки вот этот вот джетлаг серьезный. Некро-3 у Раски сразу. Одним кликом. Да, просто бешеный. Шаду Шаман Бай Фай. Кстати, у всех ДК точно такая же сумка, как у меня. Я боюсь, чтобы они мою как-то не дернули. У них это ТТИ спортовские. Да-да, хорошие, кстати, сумочки. Там у нас Фаник на топе умирает. А что он там делал? А, ну, в смысле, он пушил? А, нет, нормально. А потом перестал пушить. Сайлар. Ну, нормально, минус Айгис, уже неплохо. А теперь Сайленс ему в голову, чтобы не перекачался. И еще раз. И Метеор. Слушай, неплохо. Третий фраг, Айгис били. Магнуса вернули куда-то. Развернитесь, убейте его, лол. Ну, они думают, что там... Смог, ты видел этот смог возле крипа просто? Нет, так это нормально. Бешеный, знаешь, чтобы быстрее бегать, конечно. Да, просто для того, чтобы быстрее перемещаться, для того, чтобы, скажем, нагнать на Магнуса немного страха. Хвост с третьими некрами общается, смотри. На. Ну, 200 золота, все нормально. Дэнди, второго... И еще 200 золота. Санстрайк. Халява вообще. Изи мани. Нормально, это нормально. Пишут, хотя по лузерам пройти проще, чем завтра с ДК играть. Ну, в принципе, я уже сказал, что по лузерам ничего сложного нету. Na'Vi US победитель пары EG Fnatic. И ты уже в топ-3. То есть вообще ничего сложного не вижу. Не, ну, можно пойти завтра попасть на ДК, отлететь от ДК и... И тоже быть в топ-3. И тоже быть в топ-3, да. При этом никого выигрывать вообще не надо. Да, победа здесь дает сразу топ-3, гарантирует команде. Так, ну что, Na'Vi пока надежда не покидает. Они стараются выфармливать максимум. Ну, 22 тысячи денег, 18 тысяч экспы. Ну, чудеса бывают. Да, цифры, конечно, очень страшные, но что поделать. Ну, понятное дело, что не левать же и не нудить, как у нас тут был один товарищ в чате, который... Ну, все, эээ, ну, все, эээ, ну, все, после каждого фарма. Ну, типа, чё... Опять-таки, в первую очередь, такие турниры, это, да, тренировка перед Интернешнл. И опять-таки, на Интернешнле ты можешь оказаться в такой ситуации, ну, кризис-менеджмент. Пусть тренируются, чё там. Если они напишут ГГ, так это будет же неинтересно вообще. И нам будет неинтересно. Можно было бы сразу после пика писать ГГ тогда. Да, и чё там вообще. А, пик проиграли, всё, ГГ. КГБ, неинтересно, следующий давай. Типа, да ладно, это, знаешь, как... Да, ты только оправдываешь их. Да не, я не оправдываю Нави, ребят. Вот понятно, что они тут проигрывают. Проигрывают они по делу. Проигрывают они у сильной команды. Но делать ZFAD tragedy не стоит. Всё нормально. Переживать. Это полуфинансный нырок. Здесь слабых команд нету. Если они отлетят в групповом этапе Интернешнл, вот тогда можно будет уже там волноваться, переживать, плакать и так далее. Пока что всё более-менее ок. Не будем забывать, что призовой фонд Интернешнл продолжает расти. И он уже составляет 8 миллионов 900 тысяч долларов. Да, почти 9 лямов. Почти 9 миллионов баксов. Кто вообще... Ты понимаешь, что это призовой фонд Ролангароса просто, теннисного? Там сейчас просто... Те ребята, которые выиграют этот Интернешнл... Я сейчас повторяю, это призовой фонд Ролангароса. Пойдут Шарапова, Надаль... Я только хотел сказать, пойдут там у Надаль ракетку отберут, скажут вообще-то кто такой. Кто ты такой вообще? Причём их-то больше, их же пятеро будет, правильно? Ну конечно, да. Надаль это точно запинает в пятером. Ракетками. Да. Снизу, кстати, атака на Сайлора сейчас будет. У Сайлора тут уже не так легко его достать. Громко ты так сказал, атака на Сайлора. Там убегание от Сайлора, причём... Хвост сейчас тут погибает. Да, это минус хвост. Ну нет, минус Куроки. Минус Куроки, да, ладно. Хотя, слушай, можно вернуться и пытаться подраться. Ну, то есть убить Фая, по крайней мере, если тот не успеет среагировать. Фай спрятался за деревом. Ну, понятно, один Куроки вернётся, потому что... Двадцатый фрак. Двадцать три. Три, два, два скоро будет. Прям так и чую. Ну, три, двадцать два вполне может быть счёт. Не-е-е. Ну, тридцатая минута игры. Один фраг в десять минут. Ещё шесть минут фрага быть не должно. Айсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайсайс Он сейчас убегает с БКБ. Один втварь сейчас подраться. Он не решил драться. Он пытался сделать тэп-аут, но там был тренд в инвизия. И поэтому хвоста здесь убивают. Ты понимаешь, что если бы он здесь был в Блэскуроке, они бы убили бы. Как минимум одного, а может быть и двух. Ну, вот он санстрайк пошел от Дэнди, санстрайк мимо, естественно. Они бы реально здесь убили одного или двух тут. Но не убили. И минуту нет у Тини. Да. Да, у Тини Байбек есть. 32-ая минута у нас идет. Ну что ж, досматриваем этот матч. Вот так ты уже, да, хоронишь? Ну, вот Коги. Какие-то странные Коги. Сбоку поставил, Фанни. Ну, видимо, для того, чтобы просто самому не встрять. Какие-то уже воткнуть. Ну и вот, опять-таки, варды Расты, которые очень сильно мешают жить. И минус Пупей на равном месте. Пупей успел поставить Сайленс, но он поставил его в Крипо, фактически. Ну, вот варды надо как-то разбивать. Как ты варды забьешь, если здесь стоит Сайлор и бьет этот тавр. Никак. Да, но вышка тут по-любому будет разрушена. Да, тут и бараки будут разрушены. До бараков вообще сколько, только 5 вардов получается. Рыжевой барак Сайлер моментально уничтожает. Но это минус сторона вторая. И без боя не хотят драться под вардами Расты. Они понимают, что тут шансов у них под вардами Расты вообще никаких. Да, и дизраптора тоже нету. Да. Если драться, то конечно же в пятером, в четвером шансов победить очень-очень мало. Приходится отдавать две стороны. Ну как, одну они отдали еще достаточно давно. Сейчас просто ее донесли. Ну и вот на этой третьей уже стороне сейчас начнется действительно последняя драка, возможно. Магнус прыгает, никого не увозит. Хвост. Да, хвоста подожгли, Клайкверк прыгнул в хвоста. Хвоста какой-то полный бред. Ну и вот минус Сашка и это ГГ. Да, это ГГ. Это действительно гуд гейм. Нави падают в лузера. Вичи, гейминг сразятся у нас в сетке венеров. Да, Нави, Нави у нас выходит так ведь? Да, да, да. Нави, Нави. Тим ДК будут играть против Вичи Гейминг. Два китайских коллектива в сетке венеров. В финале венеров, если говорить точнее. Да, и это кстати очень даже интересно. Да, действительно интересный показатель. Фнатики и тех и тех у нас укатывали. Хотя во второй раз, когда они столкнулись против команды ДК, их переехали очень сильно. Бобо было, скажем так. Очень сильно даже бобо. Сейчас мы обновим буквально сеточку. Я вам ее покажу, как она выглядит. Так, ну и давай, показывай нам турнировую таблицу. Мне уже самому интересно. И где там она? Вот она, вот она, вот она. Ну вот так вот выглядит, собственно, наша сетка. Нет, тут немножечко не так. Я вас надурачил. В смысле не так? Ну, я Вичи Гейминг во второй раунд не продвинул. Такой ты. Вот так вот, вот так вот она выглядит. Вот теперь продвинул. Вот теперь продвинул. Вот так выглядит у нас сетка по окончанию второго игрового дня. А все еще команды в турнире. Да, еще никто не вылетел, но завтра у нас начнется просто резня бензопилой. Да. В 8 утра по местному времени, то есть в 18.00 по Киеву, в 19.00 по Москве. ЕГЭ сыграет Снатик. После этого, через 3 часа после этого, то есть через 4 часа после этого. То есть получается в 12 по местному времени, в 22.00 по Киеву, в 23.00. По Москве сыграет Na'Vi US, Na'Vi простые. А5. Да, А5. Ну, тут все друг с другом уже играли. Ну да, так что все А5. Все А5. Дальше у нас будет игра ДК Вичи Гейминг. И день будет заканчиваться матчем победителя пары EG Fnatic против победителя пары Na'Vi. Ну что же, это был очередной чудо-день. Да, очередной чудо-день с Лос-Анджелеса. Теперь можно отдохнуть? Да. Почему бы и нет? Всем вам спокойной ночи. Ну точнее, или доброго утра уже. Потому что, как бы, 8.25 у нас это... Да, тут уже начинает, короче, народ галдеть. Мы, наверное, будем тоже с вами потихоньку прощаться. Пойдем тоже тусить. И далеко... Завтра уже не разбегаемся. Через 12 часов. У нас 12 часов пауза. Я могу поспать! Я когда вчера уходил, я понимал, что мне через 3 часа надо уже ехать обратно. А сейчас целых 12. Да, я тоже. Я, получается, поспал буквально на полтора часа больше, да, чем ты. Примерно так. И мы с вами уже, наконец, прощаемся и отправляемся, кто спать, кто отдыхать. Пока, короче. Другими способами. Да. Давайте. До скорых встреч, потом в сторону сетевого капеля, да. Давай, будь здорова. П Labrock Lamuais не убежал. Птянемий недоскоп. Все это было тяжело. С ammonи mid". Люб произоб 가�하겠습니다. Ownи достойно. Продолжение следует...